Ну вот, ход дошел до стойки. Правую сторону подрепетировали мы. Теперь у нас левая сторона, еще тут пару. Нашел я недоделочек, маленькие тычки надо доделать. Вот тонько так идет работа. Потихоньку, помаленьку пробираемся по стоечке. Вот уже пора. Клеостыл, надо работать. Следующий этап. Вот предыдущее место. Вот теперь здесь, здесь и дальше еще вот-вот есть мятинки. В общем еще есть где позаняться. Вот у нас на водительской дверке тут тоже нашелся косячок, так же как и на крыле я там снимал. Вот тут я уже сделал, тут поснимать нечего, тут блямбочка была. Ну а теперь дальше вот у нас на водительской двери. Сейчас подергаемся, сниму, покажу, что там осталось. Ну такой тычок чем-то острым. Стяжечкой немножко. А вот оно, это место. Остренькое все, достаточно. Вот. Будем потихоньку его выкинать. Вот, понадавил я чуть-чуть на кромки тут. К сожалению, получилось, что здесь как раз идет кромка усилителя. Полазил вот таким крючком в дверь. Вот. Он проходит там. Вот. Начал вот таким крючком лазить. Он туда не заходит. То есть там расстояние маленькое. Пришлось полезть вот таким китенком. Вот. Ну, потихоньку, потихоньку начала она тут приподниматься. Там мятинка. Ну вот. Поменьше, конечно, она стала, но хочется сделать хорошо. Сейчас будем разбивать и потихоньку поднимать. Тут вот она даже точка. Какая-то грязь пристала. Скорее всего, битом дорожный. Сейчас потихоньку будем ее разбивать. Снежидка. Ну да ладно. Чем больше ковыряю, тем больше появляется доступ. Тут мастичка держит. Ну вот я ее уже проковырял тут. Поэтому есть вариант, что ее все-таки можно будет сделать. Или она будет очень мало видна. Совершенно неожиданно для меня, я как бы не уверен в том, помог мне не вот этот крючок, в котоверях я часто ковыряюсь. А помог вот этот китовый хвостик. Почему? Потому что здесь вот эта вот наша вмятина. Вот она. Вот здесь она. Вот видно, да? Вот эта вмятинка, она как раз положена на стыке. Здесь вот таким образом идет вниз усилитель. Вот. И благодаря этому практически вот сейчас, что может быть? Пока что я добился вот по длине ее укоротил. Вот. Ну вот здесь расковырять не получается пока. Вот. Опять лазить крючочком. И все это дело ковырять. Вот. Занудная попалась. Вместо на что делать? Мне даже самому интересно ее сделать. Как можно аккуратнее. Понимаешь? Уже по сравнению с тем, что она тут сантиметра 3 или 3,5 вмятина, осталось практически тут, ну, 3 миллиметра. Вот эта вот кромочка сейчас, если застучать, простучать. Останется только 3-х миллиметровый тычочек маленький. Ну, интересно его сделать. Ну что же, вот мы видим. Так, что мы тут видим? Ни хрена мы не видим. Вот я подвыдавил, но в центре есть точечка маленькая. И опять забиваем, опять выдергиваем, забиваем, выдергиваем. Пока не вырваться. Все, эпопею я долго не стал снимать. Тут долго и скучно. Так, как же ж ее тут снять, блин, с ней камера. Ну, вот тут камера не берет. Ну, вот, видно чуть-чуть. Что же сделать, как я... Короче, вот здесь вот, все чуть-чуть, но это видно в лампе и видно тем, кто снимается. А снять я это не могу. В принципе, нормально получилось. Вот такие дела. Так что... Не показывает, как бы снижит, бликует. Иногда наведешь вот так структуру. И видно структуру краски, фактуру ламп. Все видно. Вон даже сейчас в отраженке видно, как мухи там, которые в лампе застряли. А иногда вот, пытаешься снять, глазом видно, там что-то чаще, а камера просто не берет. Ну, что делать. Ну, в общем, победит. Еще одна киношка про войнушку. Вот он у нас. Крашеный кот. Он дважды, по идее, крашеный. Это не значит, что его не было делать. Я, к сожалению, утрачено то, что... Вот, видно, да? Всякие артефакты. Вот, он тоже был битый. К сожалению, я не на ту клавишу назад и удалил. Вот, имеется в виду видео, которое... Сейчас. Короче, дефектовку я утратил. Вот, так сказать, результат. Вот. Вот. Так что, что было, показать не могу. Могу показать, вот, что стало. В лампе. Ребята вот спросят, что вы когда вот снимаете, вот, вот здесь... Просто, ну, это не вмятины, это... Зона здесь у нас. И, как бы, где-то просадочка. Я же еще раз повторюсь. Он по виду крашеный. И крашеный дважды. Поэтому ни о ком тут не идет речь о ремонте там грибка. Я старался делать так, чтобы даже не применять пробойник. Потому что лачок тут, скорее, походу, как МСовский. Очень мягенький. И на нем можно тут пробойник там так наследить. Потом хрен чего отполируешь. Поэтому я старался делать как можно аккуратней. Ну, вот, как мы... Сейчас я попытаюсь увеличить. Вот, видно. Неравномерности вот. Ну, это опять же равномерности такого характера, что... Капот красился. Материалы там проседуют. Вот мы видим. Сейчас попытаюсь вот. На прошлифовках. Скорее всего, в этом месте была прошлифовка Голтау. Ну, типа, щамы грунтом дунем мокрым. Тут же покрасим. Потом это все просело. Просело. И произошло оконтуривание. Так же, как и сейчас я вот сниму. Тоже эту зону. А вот зона хорошо видно. Сейчас попросить. Вот здесь вот такие, как ребра, не ребра. Все просадка материала. Вот, никаких тут не вмянет, ничего такого. Вот. И опять же, мы видим, вот структура идет. Потом, бах. Вот такие фокусы. Так что, я просто к тому, что если внимательно смотреться, то все это видно. Так. С этой стороны плохо видно. Ладно, зайдем отсюда. Другое освещение. Вот, а в этом освещении. Вот, видны просадки. То же самое. И попросили и прочее. Вот это все дефекты плохой подготовки. Вот. Некачественные. Или шили. Или слишком старались. И перестарались. Вот. Ну, все это глазом видно гораздо лучше. Опять же, где-то вот смотрю шагрень. Где-то ее нет. Переливами такими. Или вот, допустим. Вот, все это видно. Пытались тут делать. Так и с этой стороны. Вот, идет, 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 идет. Потом, бац, и нету. Или вот. Вот, что это? Не смывается, не счищается. Это подбал. На бал. Так что, вот так. Ну, увы, капот получился красивый. Насколько это было важно. Ну, во всяком случае, ям я тут не вижу. Я тут вдоль и поперек уже. И с одного конца в другой по диагоналям проходил. Вот, ходил кое-где там. Чуть-чуть еще надо было. Чуть поднять, чуть-чуть сюда. Ну, в принципе, уже готово. Можно ставить. Вот так вот я жестко дефектую, как бы, я все рассказываю, показываю, что есть. Не надо приукрашивать, как бы, смысл. Уже от этих приукрасок никому ничего, ни холодно, ни горячо не станет. Надо говорить, как есть. Вот. Это есть мастера, которые не будут за работу, которую не могут сделать идеально. Вот. Они за это неутся. Там еще какие-то моменты вот такие. Мне тут пишут, говорят, нафиг ты показываешь эти все, как бы, моменты. Не надо их показывать. Не надо снимать, если там ты сделал там что-то, как бы, не как общепринято. Я ничем не хвалюсь. Здесь просто я показываю, рассказываю и общаемся с такими же, как я, людьми. И, как бы, все показываем. А то они говорят, вот, у тебя ни одной работы нету, там, такой бы ты мог, там, похвалиться и прочее. Да, я никогда своей работой не бываю. Это так и есть. Всегда что-то находится, мне не очень нравится. Вот, еще раз показываю. Это тут почему-то вот залито лаком и как бугорками, вот. И причем залито очень прилично. Вот. Тут шагрени вообще разлит лак. Походу, как, знаете, подтек, что ли. И вовремя его заметили, раздули или как-то. Я не представляю, что это могло бы быть. В общем, не будем морочиться. Капот пора вставить. Он красивый, модный. Время езды ничего этого видно не будет. И Града, тем более, тут как его и не было. Все. Много долго говорил. Ну, как бы, считал нужным. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.